Всем привет! С вами снова Александр. Я сегодня вам расскажу очень крутую новиночку. В ассортименте мира автокресел появилась модель компании Britax Römer. Эта моделька называется Advanced Fix 4R. Это логическое, скажем так, продолжение Advanced Fix 3. Очень хорошего кресла причем. Эта модель производитель явно слушает потребителя потенциального или текущего, скажем так. И, соответственно, прислушивается и допиливает в следующих моделях то, что не нравилось в предыдущих. Здесь полностью работа над ошибками проведена. И я уверен, что это кресло будет, наверное, одним из самых популярных категорий 1, 2, 3. Но, естественно, не из бюджетных. Это уже такой сегмент самый-самый. Поэтому, вот. Что здесь сделали нового, скажем так. Чем в Advanced Fix 3R. Эта модель стала ощутимо шире. Сидение стало длиннее. И само сидение раньше было очень... Вот, где попа ребенка глубоко находился. И ножки, получается, подзадраты немножко были наверх. Сейчас такой проблемы нет. Вот здесь оно тоже стало шире. И посадка ребенка теперь здесь действительно комфортная и хорошая. Мы уже мерили ребенка в этом кресле. И людям понравилось. Приобрели и очень довольны остались. Вот. Мерили во многих креслах. Но здесь вот прям реально четко. Вот. Поэтому вот такие моменты они исправили. Все супер. И что касается комфорта, кстати, сразу вот вам видно. Я уже наклонил его. Вот. Мы сидим. И вот это действительно в универсальных креслах очень хороший наклон. Даже, наверное, в категории 1 приблизительно такой же наклон. Обычно универсальных он бывает чуть поменьше. Поэтому, что касается комфорта ребенка, для сна здесь все в порядке. Что касается безопасности. Безопасность они всегда совершенствуют. У нас становится только лучше. Поэтому доверять этому креслу можно ребенка смело. Все системы, которые у них были, они все здесь, естественно, использованы. Система SIG. Здесь, кстати, дизайнеры тоже потрудились. Оно стало красивее кресло. Сама система SIG стала более аккуратно выглядеть. Вот она как выглядит. Откручиваем ее со стороны окна. Что такое система SIG для начала? При боковом ДТП это система гасить энергию удара. Ее обязательно нужно активировать со стороны двери. С салона, естественно, не нужно. Вот. Поэтому обязательно пользуйтесь. Так. Про безопасность. В принципе, все понятно. Здесь все отлично. По комфорту. Очень удобное кресло. Просто уже мерили, я сам видел. Реально классно сидит ребеночек. Так. Что касается крепления, естественно, с 9 месяцев мы можем здесь ездить до 12 лет. И с 9 месяцев до 100 сантиметров роста, примерно 3 года, мы крепим ребенка пятиточечными ремнями. Причем здесь есть технологии, которые вот на обратной стороне, например, на накладке на ремень, есть специальная поверхность, которая, она не скользит, а наоборот, как бы немножко такая, как будто бы липкая что ли, я не знаю. При ДТП больше фиксирует ребенка, и он не проскальзывает, соответственно, тем самым травма от ремня меньше ощутима. Вот. Ну и паховая зона, естественно, тоже защищена. Ребенок подрос. 100 сантиметров у нас уже есть. Нам ремни не нужны. Мы их демонтируем. Вот. И крепим ребенка уже взрослым ремнем. Все стандартно. Вот направляющие в кресле видны для ремня. Туда просовываем ремень, и, соответственно, там защелкиваем. И ребенок с 3 лет, со 100 сантиметров роста, будь точнее, крепится уже взрослым ремнем, как взрослый человек. Вот. Поэтому с креплением здесь все стандартно и очень просто. Вот. С креплением разобрались. Кстати, еще что мне нравится, когда мы регулируем подголовник, ремни 5 точно регулируются вместе с подголовником. Это очень удобно. Не нужно ничего отдельно переставлять ремни. Так. По креплению. По сравнению с предыдущей моделью, здесь практически ничего не изменилось. Кресло крепится на Isofix и якорный ремень. Сейчас я на Isofix уже установлен. Я сейчас отстегну, покажу вам. Вот она система Isofix. Она достается очень просто. Тянем за ремешок, она выдвигается. Кстати, система гибкая. Тем самым, благодаря этому мы можем установить в любой машину, где есть Isofix. Потому что в разных машинах он под разным углом расположен. И вот этот момент нам дает возможность легко это сделать. Кстати, что касается якорного ремня. Это вот такая вот штучечка. В автомобиле, где находится крепление. Если седан, за подголовником. На полочке есть скоба. Если другой тип кузова, то на спинке сидения есть металлическая скобка, за которой мы цепляем и натягиваем ремень. Настолько сильно, насколько вы можете, чтобы прижать его к спинке автомобильного сидения. Здесь все понятно. Isofix, якорный ремень. Нужны две точки крепления. Обязательно. Так, сейчас продемонстрирую вам, как на Isofix ставить. Ремнем оно никак не крепится. Поэтому в автомобиле у вас в любом случае должен быть Isofix. Но сейчас в 99 случаях из 100 есть Isofix в автомобиле. Поэтому я думаю, что все с этим будет нормально. Так, пристегнули, якорный ремень натянули и задвигаем. Щелчки не бойтесь, так должно быть. Вот, прижали. Оно у нас как вкопанное стоит. Посадили ребенка и вперед. Можно ехать. Наклону никак не мешает спинка сидения. Иногда люди задают этот вопрос. А не будет ли мешать? Нет, не будет. Потому что на своей платформе все происходит движение. И это спинка никак не мешает. Так, в принципе, по креслу я все, что хотел рассказать, вам рассказал. Кресло годное, причем очень годное. Сегодня вот мерили ребенка в разных креслах. И вот здесь действительно посадка, наверное, одна из лучших. Как мне лично показалось. Есть, конечно, хорошие варианты. Но это уже другой вопрос. Выбор всегда есть. Но здесь 100% будет хорошо. И, в принципе, если хотите приобрести хорошего, чисто кровного немца, то на рынке выбор у вас будет совсем небольшой. Конечно, это топовое решение. Одно из лучших на рынке. И, как говорится, покупая такую модель, вы в любом случае купите одно из лучших кресел. Поэтому здесь как бы вопрос такой, знаете, тем более Ремер Бриток, все знают, что это за бренд. Кто интересовался хотя бы. Вот. Мое личное мнение. Если ищете универсальное, обязательно присмотритесь к этой модели. Она очень-очень интересная моделька. По сравнению с предыдущей реально шире, глубже. Посадка стала комфортнее. Вот. Кстати, ткани классные. Ткани приятные. Вот. Особенно на подголовнике. Действительно, не такая ткань, как здесь. На подголовнике она другая. И очень мягкий, приятный материал. Тактильный ребенку. Но я не думаю, это будет только доставлять удовольствие. Вот. В принципе, все. Добавить мне больше нечего. Если было полезно и интересно, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Вот. И в заключение большое спасибо Миру Автокресла за предоставленный Advanced Effects на обзор. А вам хочу поздать хорошего, грамотного. Выбора кресла для вашего ребенка. И удачи!